С главными новостями этого дня в студии Ирина Цепитова. 52 делегата из 29 населенных пунктов прибыли в окружную столицу. На Римаре стартовал съезд коренных малочисленных народов Севера. Развитие традиционной хозяйственной деятельности, улучшение социально-бытовых условий, здравоохранение, образование, сохранение и развитие ненецкого языка и культуры. Эти важнейшие вопросы жизни ненецкого народа будут обсуждаться в течение трех дней. Любовь Пермякова с подробностями. Я буду на Римаре, мечтаю стать оленеводом. Вначале у меня будет 3000 оленей, потом будет 5000, потом не знаю, сам кто уже будет, но посмотрим. Чтобы у таких, как Денис Канев, в будущем мечта сбылась, нужно сейчас думать о поддержке и развитии оленеводства. Ведь с каждым годом все меньше молодых людей остается в тундре продолжать дело отцов и дедов. Чтобы заинтересовать молодежь и помочь тем, кто все же остался в отрасли, необходима правовая, социальная и финансовая помощь, считают участники съезда коренных малочисленных народов Севера. Среди участников представители образования, здравоохранения, торговли, культуры, рыбодобычи, студенты и пенсионеры. Среди них Роза Конюкова, которая четверть века проработала методистом в народном образовании Ненецкого округа. Начинала я работать, когда ненецкий язык преподавался только в одной единственной школе, в Нельминносовской школе. И даже в Ненецкой школе-интернату он велся только в подготовительном классе. Конечно, я развернула свою деятельность. И у меня получилось 14 школ, а в конце еще добавилось 7 детских садов. Как дети осваивали ненецкий язык? Трудно было? Ненецкий язык осваивать при мне не трудно. Почему? Потому что бабушки, дедушки, мамы, папы все разговаривали на ненецком языке. Абсолютно все. А сейчас ведь сложнее? Сейчас сам собой разумеется, если только какой-то маленький процент, даже 20% нет. Сохранение языка – еще одна задача для представителей малочисленных народов и органов власти. Предложения и решения данных проблем участникам съезда еще предстоит обсудить. Кстати, самые лучшие конструктивные будут включены в итоговую резолюцию. Но уже сегодня есть проект концепции устойчивого развития КМНС. Его представил губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Для достижения цели нам необходимо решить следующие задачи. Первое. Сохранение исконной среды обитания. Традиционного образа жизни малочисленных народов при сохранении экологического баланса. Второе. Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности. Повышение экономической эффективности деятельности общин малочисленных народов и других организаций, которые ведут традиционную хозяйственную деятельность. Третье. Повышение качества жизни малочисленных народов. Улучшение социально-бытовых условий в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Четвертое. Обеспечение доступности и повышение качества здравоохранения. Улучшение здоровья малочисленных народов. Пятое. Повышение уровня образования и профессиональной подготовки с учетом этнических, социальных и культурных особенностей. Создание благоприятных условий для сохранения и развития минского языка. Власть округа намерена добиться увеличения продолжительности жизни малочисленных народов, снижения младенческой смертности, ликвидацию заболеваний социального характера, увеличение числа лиц малочисленных народов, получивших образование в том числе высшее. Документ рассчитан до 2025 года. Реализация документа поможет в том числе и Денису Каневу осуществить свою мечту и в дальнейшем развивать оленеводческое хозяйство в Ненецком округе.